Но несколько... Севаклоков, по-моему. Да, скажем, стартовый протокол содержит в себе фамилию Крюков, но я его что-то и близко к прыжку не вижу. Да, но они могут по ходу соревнований подходить вместе с врачом и как бы сняться с соревнований. Вот Ежов работает на премьере, давайте посмотрим на него, потому что девочка подходит на внимание. Вот так. Сейчас был очень хороший прыжочек с переворотом с приземлением на одну ногу. То ли это сцель вперед, то ли это так само получилось, то ли это так было задумано. Нет, нет, это так делается. Мало того, что... Пока она без ошибок ведет. Вот это про нее мы вчера говорили, или кто-то говорил, что как бы клеим на мазанную подошву у нее. Вот она умеет так себя припечатывать. Ну, может, мы ее захваливаем, и может быть... Вот так припечатывалась вчера как раз Лобознюк, а мы-то действительно вспоминали Ежова о том, что вот его ежовое, дескать, бревно, это любимейший вид, один из двух бревной брусья. Прекрасно закончила. Мила Ежова, и я думаю, она сейчас, конечно, возглавит эту финальную группу, и, очевидно, уйдет уже со второй золотой медали. То есть у нас сегодня золотые медали не разыгрываются, снаряды только кубок. Но со вторым кубком России поздравить. Тем более... Может быть, я немножко спешу, но давайте чуть-чуть осталось время. Ну, уже очень хороша была оценка у Коростелевой. У Коростелевой очень была хорошая оценка, но Ежова мило сделала. Кстати, вот Апогорельцев получил 9125, и учитывая, что по всей вероятности Юрий Крюков не выступает, ну, не вижу я его вообще даже вот в окрестностях, так скажем, прыжка, да и вообще, если бы выступал, он давно бы уже разминался. Словом, можно уже...